Всем добрый день! Сегодня мы находимся в городе Довенпорт и присутствуем на празднике покупки дома. И перед вами счастливые обладатели дома Ольга и Вячеслав. Итак, новые хозяева входят в дом. Первые шаги в дом в качестве законных владельцев. Ура! Ура! И мы тоже радуемся вместе со всеми. Всем привет, да! Алена, расскажи, что происходит. Да, у нас и монет. Мы только что купили вот этот прекрасный дом. Если помните, мы когда-то с вами делали видео о дистанционной инспекции. Но вот сейчас мы приехали, уже вот этот дом мы купили. Ольга и Вячеслав, мы их поздравляем. Ну и Галина может показать немножечко дом. Вот какой был дом еще не обставленный, красивый. Дом двухэтажный. Почему ты не любишь? И поставить вот такой. Надо быть, девочки. Ура! У нас шабашки, да! Все, супер! Обязательно делаем тост. Привезли из захода, но вообще изначально это из Алматы. Шикарно. И помогут даже, что я вам могу. Бокалы ехали из Алматы. Да. У нас бокалы из Алматы. Вячеслав и Ольга, когда-то в свое время, очень давно переехали из Казахстана. 22 года. 22 года назад. Вот они уже живут здесь только в Америке. И сейчас они переехали из Южной Дакоты во Флориду. То есть они вот у нас, как говорится, только-то-то приехали в Солнечный Штат. И вот видите, какой красивейший дом мы им построили. Как был ваш процесс? Все было легко, вообще, быстро. Все понравилось? Все понравилось, да. Застройщик, он... Очень хороший дом. Сделал все то, что вы ожидали. Даже больше. Даже больше. Ну, помогали вы, конечно. Оставляли их работать. Да, да. Мы сегодня такие счастливые. Семья, кстати, лежит очень большая судасть. Не только Витя Саполька, еще и двое сыновей. Родители. Семья собралась практически в один комплекс, так что... Что, за вас? За вас. За ваш счастливый дом. Спасибо. Итак, новые хозяева этого, счастливые владельцы этого дома согласились провести экскурсию. Алена нам в помощь. Welcome. Я бы меня закрыла. Всем привет опять. Да, мы решили вам сделать маленькую экскурсию вместе с хозяевами дома. Ольгой и Вячеславом. Так что, прошу, расскажите нам о своем доме. С чего начинаем? Что это за комната перед нами? Да, Ольга. Должна была быть столовая. Но так как столовая другая есть, нам не нужна вторая. Это будет мой офис. Мы сделали здесь стенку поменьше. Мы поставили. Здесь обедели. Берянцы, в кем-дуски, да. Вот. Будет офис. Я буду тут работать. Может, рассказать, чем вы снимаете? Ну, да. У нас маленькая траковая компания. Я диспетчер. В логистике, значит, работа. В логистике? Да, в логистике, да. И... Ей нужна тишина спокойствия уединения от семьи, где она будет вести тракистов, которые будут в машину. Соответственно, Вячеслав у нас имеет свой трак и вводит машину, ну, то есть трак, грузы, перевозки и так далее по всей стране, правильно? Да. Да, по всей стране. Поэтому, да. Вот здесь будет у нас офис. У нас. У нас. Я поможу. А ты уже. Болит. Да, Боли жалует. Также, к тому же, если гости вдруг, экстра гости будут, то можно двери закрыть, там диванчик будет раскладывающийся, все, все поместимся. Отлично. Да. И дальше, когда мы идем, дальше направо, на красавицу. Там гостевой туалет. Да, здесь гараж, вход в гараж здесь, здесь гостевой туалет. Можно открыть, здесь показать. Я не знаю, если кому-то интересно, но он небольшой, но очень удобный. Это такая половинка, да? Да. А то гости пришлись, чтобы не бегать по комнату, а очень удобно. Это действительно очень удобно. Я тоже люблю гостевые туалеты, когда они не заходят в ваше личное пространство. Да. И здесь у нас сушка, застирка, раковина будет в этом. Кстати, здесь проведен газ, поэтому, если есть желание, то можно сушку иметь на газу, можно иметь электрическую. Да. Газ экономит больше денег, но, по-моему, вы выбрали электрическую, потому что у вас уже компетент. У нас, да, хорошие машины. Куклы новые. Гараж большой. На две машины. На две машины. Кстати, нам застройщик сделал подарок. Они даже сделали нам... Утеплили гараж. Утеплили гараж, по сути, сверху. Да, то есть, когда, ну, знаете, когда солнце нагревается и так далее, то есть, они положили специальную, как прокладку, вот это вот... Утеплили, чтобы не было жарко в гараже. Чтобы не было жарко. То есть, по сути, они здесь это никому не делают, но вот Вячеслава Сотка, они это сделали, потому что они очень хорошие клиенты. Потому что Алена у нас очень хороший риалтор. Спасибо. Алена, это была электрическая. Но по газу, на самом деле, вкуснее. Да, говорят, вкуснее. Да, все выливанцы любят, когда вы ездите в газ. Да. Я завидую. Тихо молча. У меня электрическая клиента. Да, ну, как бы, не пользовались, но лучше нам понравится. Хорошо. В принципе, они, застройщики, очень хороший рик поставили. Сделали хорошее качество. Да. Мы, кстати, сами удивились. И вот холодильник, да, вот нам новый холодильник тоже, он не шел в комплекте. Это нам Алена. Это... Подарок, как говорится. От бедра. Это, да, подарок. Алена его нам получила. Все благодаря ей. И жалюзи на все окна в доме. Окон очень много. И они представляют, сколько бы времени... Это стоить. Там было бы дорого. И сколько денег нам бы стоило. Жалюзи на такой дом обошлись бы где-то в районе двух тысяч долларов. То есть это... И рядом экономия. И время. И время. Поехать в каждое окно. Поехать в выбор. Дождаться дохода. А все установлено, висит просто. Да, все готово. Закрылись и нас не видно. Это очень хорошо. А, гранитные столешницы, они жили в комплекте. То есть это то, что застройщик предлагал. Ребята выбирали только цвет кофе. Вот они выбрали именно коричневый. Осталось им только ручки на дверочке все прикрутить. Я думаю, Вячеслав с этим справился быстро. Быстро. Здесь у нас кладовка, кстати. Нам подарили дверь. Между прочим, должна была быть такая дверь гармошкой. А нам сделали дверь. Да, дверь настоящей. То есть она смотрится, конечно, красивее. И на первом этаже то, что мы сделали для родителей. Да. Так как мои родители будут жить с нами, мы сделали большую спальню на них. В оригинале шла спальня вот до этой стены. Их какая. Да. И мы продлили. Здесь будет и у них маленький свой зал. Можно поставить. Это стоит водитель, кстати, дополнительный. Сколько это стоит, кстати? Двенадцатый. Двенадцатый. Да, да. Правильно. Это очень-очень удобно. То есть вам осталось теперь поставить москитную сетку, по сути. Да. Ну, не застегрить, а заситить. Да. И у нас получается, если в окно посмотреть, соседям очень-очень далеко будет. Да. Это нам понравился этот участок. Соседей далеко достаточно. Здесь получается вроде как слив воды. Но со временем это вполне может быть даже небольшой такой прудик. Прудик должен быть, да. Вырастут деревья, да. Потому что еще комплекс застраивается, будет красиво. Даже если захотите и бассейн еще сможете здесь себе построить. Да, есть место. У нас было важно для Вячеслава бассейн. Так что я думаю, что мы, наверное, построим Вячеслав бассейн. И своя ванная. И у них, да, своя такая. То есть это как бы хозяйская спальня с хозяйской ванной. Да. На первом этаже. То есть очень удобно для родителей. Особенно сложно подниматься по лестнице. А, большой какой шкаф. Да, гардеробная. Пассажирка глубокая. Очень-очень большая. Как отдельная комната. Здесь можно спать. Можно. Кровать точно влезет. Да, да. Туалет тоже закрывается задлинный. Ну и здесь душевая кабина, что очень удобно для более пожилого возраста. Перешагивать не надо очень. Большое вам помоться. Очень удобно. Ну и здесь дополнительно, конечно же, плотинец, белья. То есть очень-очень удобно, комфортно сделано. Ну, по сути, это первый этаж. И дальше у нас второй этаж. Оля дальше покажет свой дом. А вот это вот, это тоже опция? Это такая ниша. Нет, это ниша была в этом плане, но вот этот свет нам, мы его вывели. Нам его тоже подарили. Очень удобно. Потому что сюда можно поставить красивую большую базу, и будет очень красивое освещение. То есть какую-то декорацию, какой-то акцент. Дальше на второй этаж везде идет ковролин. Со временем ребята могут поменять на деревянные полы, например, если захотят. Да. Это в проекте. Да, в проекте очень красиво. Да, вполне нужно пользоваться. Это второй зал. Такой лофт большой, хороший лофт, который можно использовать как зал. И здесь еще даже есть место. Еще даже думаем, что туда поставить. То есть здесь очень удобно. То есть кто вот на втором этаже, то есть молодая вся семья будет на втором этаже, по сути, получается. То есть это Ольга Вячеслав и двое сыновей. Они могут сделать здесь абсолютно отдельное такое место для себя. Телевизор смотреть, там, я не знаю, поставить стол для каких-то, может быть, игр или еще что-то. Так и есть план. Так и есть план. Получается, хозяйская вторая спальня у нас сюда. Да. Ну показывайте. По плану здесь было, наверху должно было быть 4 спальни, и мы сделали из двух одну. Сколько нам это стоило? 8 тысяч. Мы доплачивали там. 8 тысяч, чтобы сделать вторую хозяйскую спальню из двух спален, которые здесь предлагались. Соответственно, с хозяйской ванной. Вот, да. То есть здесь у нас есть за дверью туалет. Мы выбрали вариант поставить и ванну, и душ. Это очень удобно. Да. И еще нам, что очень повезло. Девочки это любят. Да. Что с левой стороны, ну вот от меня сейчас с левой стороны, одноэтажный дом. И в окна никто не проявил. Никто не проявил. Да. Я даже могу здесь не закрывать жалюзи. Абсолютная приватность. Да. Приватность. Ну там дополнительные маленькие, такая гардеробная для полотенец, лелья. Что нужно положить. Две раковины. Удобно для мужа и жены. У каждого свое пространство. Ну и опять же хорошая очень гардеробная здесь. Везде окна, везде свет. Дом очень светлый. Прямо очень светлый. Его прям... Слава продемонстрирует. Да. Я пошел. Пойдем. Ой. Он не заканчивается. Где? Вот оно. Ничего себе. Да. Очень большой, да? Вот это загогулина. Да, да, да. Он прям такой. Это за счет того, что мы из двух байдромов сделали одну, из двух спальней. Угу. То есть каждая девочка мечтает о такой гардеробной. Ну, моя получила. Ваша получила. Ну, так, и дальше у нас там детские спальни. Да, с другой стороны детские спальни. Для одного сына. Да. Просто Галина зайдет, покажет. Для одного сына. Кстати, еще у нас дайл. Это, конечно, на каждом этаже. А, у вас, да. Двойной, да. Кстати, у них, да. У них здесь двойное зонирование кондиционера сделано. В этом доме. То есть они могут контролировать температуру. Как первого этажа, так и второго этажа. Внутри. То есть у ванны делают дети наши. Да. Для деток, да. Две раковины, ванны. Закрывается дверью, соответственно. Туалет. То есть здесь очень удобно. Если кто-то чистит зубы, вполне спокойно кто-то может принимать душ. И они не будут мешать друг другу. Здесь кондиционер. Да. Можете посмотреть. Хороший большой юнит. Как я сказала, он контролируется. Первый этаж отдельной температуры, второй этаж отдельно. Что очень удобно, экономно. То есть если вы на первом этаже, на втором этаже, то не зачем его менять. И вторая спальня для второго сына. Да. И у нас очень красивый вид отсюда, когда цепи будут быстро. Когда все построится, будет очень красиво. Покажи, какой вид вниз идет с первого этажа. Здесь такая арочка. И очень красиво окно. Сосны видны в это окно. И красивый вниз вверх. То есть это входная дверь, откуда мы все заходили. Видно, кто пришел. Ну да. Да. Такой объект. Наблюдение. Вот такой дом. Так что у ребят очень красивый дом. Если помните, модельный дом снимала Галина. То есть он очень похож. Только в модельном доме было четыре спальни. Пять. Пять спален, да? А мы сделали. А, да. Пять, правильно. А ребята сделали еще одну хозяйскую спальню. То есть этот дом отличается тем, что здесь две хозяйские спальни, две хозяйские ванны, две еще комнаты. И у них офис вместо парадной столовой. Они просто решили сделать офис, потому что место в зале, там где зал кухни, вполне позволяет поставить большой стол и поместить всю семью, всех гостей. Так что мы поздравляем ребят еще раз с их домом. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем еще раз. Ура. Всем пока. До свидания. Приходите в гости.